Звучка фрагмента хороша. Ну, конкретно вот этого прям, да, неплохая ведьма. Это была его первая жертва. Все, канон. Никакой молнии не было, он подстроил пожар. Пожар случился, когда он гонялся за девочкой по церкви. Она прокинула канделябр со свечками, они зацепили какое-нибудь полотно. Все, короче. Почему-то флэшбэк, кстати, на второй аутласт сейчас случился. Там тоже был своеобразный товарищ один. Блин, как же обидно, честно... Как же обидно за второй аутласт, то, что его захаяли относительно первого. То, что первая была лучше. Блин, не знаю. Второй намного глубже, намного сильнее, взрослее. За тобой не просто голые мужики психованные бегают, хотя там довольно жутко все. А там прям два сюжета в одной игре. И там психологизмы. Не знаю, мне второй аутласт понравился больше. И, наконец-то, не вот эти душные стены и узкие коридоры и все эти помещения. Хотя это определенный шарм, конечно, имело все. Но какие-то открытые пространства, и в них нифига не легче существовать. Потому что даже вот в больничке, да, там как бы стены. У тебя перед глазами фактически препятствие, которое не позволяет тебе выбраться. Ну, во многих моментах ты прям... В моментах ты смотришь прям, думаешь, господи, да подумаешь препятствие? Сломай, убери там, я не знаю. Чего-нибудь сделай, если хочешь жить. Можно было. А в этих лесах там куда убежишь? Ты говоришь, вертолет упал? Хрен, куда просунешься вообще? О, кстати, мы не пробовали делать. Можно? Нет, не убирает. В лес же ночью куда-нибудь там не пойдешь. опять же, там всяких надо искать своих жжжжжинок. У тебя мотивация именно остаться. Хотя у тебя открытое пространство. Технически ты мог бы там бежать во тьму с фонариком, с каким-нибудь сидеть там на болотах и ждать рассвета. И вот в этом, конечно, самый сок. То, что ты остаешься по собственному решению. И от этого, конечно, еще менее приятно. Так, ну ладно, здесь мы вроде как-то более-менее. Наверняка здесь еще где-то по стенам размазаны все эти виселицы. Ну ладно. Как те, игрочат? Ну, в частности, те, кто никогда не видел. Ну и опять же повторюсь, мне очень понравилось то, что там было... Ой, пойдемте кошку найдем, кстати. То, что там было, считай, два сюжета в одном. Интересно, интригующе. Десять из десяти кошек. Надо, кстати, найти ту кошару. Эх, зачем, где она была? И забраться. Забраться наверх от Урины все вот эти. Где она была, боже? Сейчас тут ничего нету. Приходил он смотреть вполне кайфово. Да еще бы. Не видела никогда, но нравится. Не, кайфовое. Что-то я прям даже не ожидала, что оно будет вот именно вот такое. Думала, что это как-то более линейное что-то будет. Но оно и так линейное, конечно. Наличие... Потому что их тут раньше не было вам, да? Приятно хоть на время забыть о проблемах большого города. Наличие побочек и собирательных вот этих крепи-паст удивило. Скучно. Тут ничего не происходит. Ты удивил, что ли? Здесь не... На соседней улице меня застрелили. Ты че? Интересно, татуировки это больно? Коп был весь, как китайская ваза. Как там называлась та игра? Девица грабит гробницы? А? Ребята, мне кажется, это намек от вселенной, что пора. Пора вернуться к Ларисе ванне. Несмотря на то, что мы ее проходили два месяца назад. Даже не верится, что сегодня убили копа. Здесь так тихо. Такой сонный городок. Так, я вижу светяшка. Что это? Ой, да этот наш. Это все из-за меня. Да я уговорил его стать клопом. По моей вине он теперь лежит мертвый на улице. Ну-ка, у тебя морщины есть? Больно. Да, ну нет, это священник. Это должно быть священник. Священник, главное зло. Интересно, татуировки это больно? Ой, она куда-то пошла. Коп был весь, как китайская ваза. Стоп, подожди. Нет, она сидит. А ты кто такая? Куда ты идешь? Я до сих пор помню тот день, когда впервые увидела Ронана. Ронан вел себя развязанно. Классический плохой парень. Мне это было по душе. Однако еще больше мне нравилось то, что на самом деле у него доброе сердце. Он вырос в районе издорной славы, но жизнь в суровых условиях его не ожесточила. Что-то я крикаю с этой женщиной. Даже не верится, что сегодня убили копа. Они какие-то... Это массовка. Они все одинаковые. У них мысли даже одинаковые. Здесь так тихо. Такой сонный городок. Это Салем, придурок. Что ты рассчитывал, приезжая сюда? Слушай, я что-то не помню вот этих территорий. Они раньше закрыты, что ли, были? Что-то все растут и растут. Территории. Полиция Салема до сих пор не видит связи между недавними убийствами, но в городе распространяются слухи о том, что это дело рук маньяка. Пока эти случаи объединяет только одно странный знак, похожий на колокол. Подобные рисунки... Колокол церковный! По кому звонит колокол? Это священник! Подобные рисунки неоднократно находили на месте преступления. Никто не представляет, что он может означать, но, возможно, у этого звонаря есть причины оставлять свой опознавательный знак. Валяй, священник! Слушай, ну кошка была явно не здесь, но здесь что-то так густо накидано. Пятнадцать! Пи-пятнадцать! Ты что? Сколько можешь собирать? Пятнадцать. Детство Ронана. Похоже, родители Ронана люди неуравновешенные. Должно быть, ему было очень трудно в детстве, ведь тяжело чувствовать себя маргиналом, обреченным жить по криминальным понятиям своей семьи. А сейчас он мой неграненный алмаз. Такая добрая душа, но при этом ему хватило силы, чтобы терпеть выходки своих родителей. Имея все основания для разочарования и обиды за то, что его воспитали, он ни разу ни в чем не упрекнул своих родителей. Он намного лучше, чем кажется фото Дугласа. Она была не... Она бы не стала кончить жизнь самоубийством. Она была счастлива, у нее было много друзей. Должно быть, кто-то ее убил, наверняка. Дорога. Здорово. Я потерялась уже во всех этих пространствах. Зачем тут кошка? Она может наверх нас засунуть, да? Здесь что-то появлялось. Нет, подождите, кто-то сидел, наверное, да? А, она стоят. Блин, какая криповая девочка. Она уже, кстати, была. Ну, они так дублируют. Так, а это где? Ёптите, здравствуйте. Ну-ка, что они думают друг о друге? Я говорю именно то, что хочу сказать. Что тут непонятного? Если она не хочет быть со мной, пусть скажет об этом прямо. Так, а ты? Что о нем думаешь? Нет, вдруг... В нее можно? Она вообще одушевленный предмет? Почему? Почему в нее нельзя вселиться? записка справа у порога дома? Блин, ну какого? Сейчас, я хочу кошарой. Мысли нет, голова пусто. Женщины, не люди. Конечно, потому что они богини. Ёпта. Так, слушай, и сюда и туда. Давай на тряпку! Ой, я даже так могу? Блин! Какая классная игра! Так, теперь надо то же самое там сделать. Она крещеная просто! А, я, кстати, не крещеная. У меня нет крестика. Ну, по мне, видно, в принципе, что я не крещеная. Каждый стрим, в принципе, мы в этом убеждаемся. анимация зацепа. а что, нифига себе, анимация зацепа. Слушай, а где я буду знать, что она у меня есть, но я ее... Она вернулась? Будем надеяться, что она вернулась. Ничего, я не найду никогда. Я заблудилась! в этом вашем салеве. Маленький городок, а я уже заблудилась. Ну вот, а теперь еще немного табличек. Скукотища. У меня такое чувство, что за мной кто-то следит. Да никто за тобой не следит. Ни меня, ни 155 людей. Вообще никто. Уже и в эту женщину нельзя вселиться. Может быть, Ронан любит вселяться в мужчин? Может быть, у него... Пунктик. Блин, ну классно, конечно. Но мне это никак не помогает. Он же упадет здесь, да? Загадки во тьме, блин. Сейчас, что еще тут есть? Вот это, вот это не чинится, нет? Рыпару! Так, там светяшка вдалеке где-то. Слушай, как вернуться назад? Где была кошка? КОЛОКОЛЕЦ! Детективы ищут хоть какой-то связи со знаками-колоколами. Людей по фамилии Белл, упоминание колоколов в литературе и вообще все, что связано с колоколами. Ой. Там была какая-то смешневка. Я крещённо давно уже это посняла, ибо тут либо трусы надень, либо крестик сними. Ну, это выбор каждого. Если тебя там в детстве крестили без спроса, ты уже сам там потом решаешь, надо тебе это или нет. Федеральное бюро расследований сделало заявление по поводу убийств в городе Салем, штат Массачусетс. Мы анализируем все улики ФБР, окажет поддержку местным органам правопорядка, когда будет точно установлено, что действует серийный убийца. Заявление от департамента полиции Салему к времени публикации не поступило, однако полиция неоднократно отказывалась признать, что в городе орудует маньяк. Незачем подогревать истерию по поводу которой может оказаться надуманным. Нихрена себе надуманный повод! Ранее заявила представитель полиции Салема Ингрид Ларсен. Ух ты, сучка! Так, я видела там бумажку, сейчас мы посмотрим. А, это сквозная фигатор. Потому что у тебя какой-то псих рядом сидит. А что, если это кто-то из моих знакомых? Сюши, уходя от него, он больной какой-то. Блин, почему? Здесь все-таки-то отбитые. Может, если мы пойдем чуть быстрее? Если встретим на улице убийцу, я даже не знаю, что сделаю. Побежишь! Как странно. Вот человек был жив, а теперь его нет. Потому что это Салем. Ну да, но, блин, ну не нас так же. А что, копы не люди, что ли? Что за это самое? Я все, я вообще не ориентируюсь. Где я, что я? Что такое? Большой город! Хоть бы какую-то мини-карту накинули, я туда еще не ориентируюсь. СОС! Если совмещать, в принципе. ПОМОГИ! Табличка истории бензоклонки. Многие полагают, что СОК... Ну, это не совсем СОК. Короче, СОК. Это Салемская нефтяная компания, однако такой компании нет. Ну, на самом деле, аббревиатура расшифровывается, как сыновья Чарли. СОЧ. Так называлась автозаправочная станция, основанная Чаком, Чарльзом-младшим, Шоном и Шемусом О'Лири в 1928 году, когда автомобили перестали быть редкостью. Это предприятие едва не обанкротилось в эпоху Великой Депрессии, однако удержалось на плаву, незаконно продавая алкогольные напитки в годы Сухого Закона. Ой. Так, я вижу светяшку по ту сторону, надо обойти. Нет? Что это за взлом средь бела дня? Еще как обойти тебя? Прямо по стенке, чтобы не потерять. Там что-то есть еще. Да что ж такое-то? Может, если мы пойдем чуть быстрее? Так, ну понятно, у них, короче, тут все максимально повторяется. Табличка Фун-пун. Мы надеемся, что этот тихий город Сальма прославила мирной и веселой жизнью. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да. У меня аж да. Нет! Нет! Я согласна. Так, а что это вообще? Это сюжетное тоже что-то, да? Причем, кстати, точно такой же рисунок был на стене. Я вижу светяшку по ту сторону. Ронан, это рай. Не исключено. Блин, а меня не пускают туда. Репару. Блин, а как проснуться-то? Здесь ничего нельзя убрать вообще. И кошка здесь не перепрыгнет. Видимо, потом. Потому что здесь локи как будто бы обновляются со временем. Какие-то проходы открываются. Так, ну давай сейчас круг подчетный. Что тут еще есть? Криповые черти, пипец. Ну вот, кстати, да, я только хотела сказать, что на полицейский участок похоже. Причем я даже не видела, что здесь полицейские машины стоят. А просто-просто окружение какое-то располагающее. Наконец-то по ночам я чувствую себя в безопасности. Все эти истории про то, что он самый опасный человек в Сальме, они казались мне правдой. Никто нас не трогал, потому что все боялись его, а я была с ним. А я сейчас с ним и буду с ним, и, может быть, даже когда-нибудь под ним. Возможно, уже сегодня я это знаю. Блин, какая-то странная женщина, если честно. Очень странная женщина с очень странными записками. Максимально странная. А то и над ним. Да, как только я не буду, да. Ну, слушай, ладно. Пойдем тогда в участок. Там должно быть весело. Там же коллеги. Наверняка интересные мыслишки ждут нас, особенно от этого придорка. Слушай, единственное, но... Она тоже не граненная, да-да. О, вот здесь что-то не болтун. Склад оружия. На этом месте находился склад оружия. 26 февраля 1775 года английские солдаты попытались его захватить, однако храбрые жители города помешали им, подняв разводные мосты. Тем самым, горожане лишили британцев партии оружия перед началом войны, которая разразилась всего несколько месяцев спустя. Короче, мы теперь знаем, что останавливает англичан разведенные мосты. нет? Ну ладно. я прямо чистого так чуть господи а где я просто захочешь найти что-то не найдешь причем они два дэшные прям как будто бы вырезаны с фоток вот этих постмортам ских знаешь некоторые из них некоторые как будто просто со старых фоток а некоторые как будто бы из постморт мортам ских здесь еще светяшки до господи считается что салям опять наша женщина тихое место где можно скрыться от проблем большого города однако дошло до того что мы не по вечерам уже страшно выходить на улицу я говорила об этом ровно на он в ответ убеждает меня в том что самый опасный человек в городе это он сам его похвальба меня не успокаивает в салями есть что-то мерзкое табличка дом правосудия окси так вот платьица такое же как у нашей косичный этот дом также известный как дом правосудия принадлежал судье джону гутерну 1641 1717 который иногда проводил заседание в своей гостиной обвиняемых держал в подвале как и было заведено в те времена его репутация навсегда запятнала запятнана из-за той роли которую он сыграл в ходе судебных процессов над ведьмами 1692 туда я не пойду я не пойду потом и маму будем туда ходить так и когда ой а сейчас словила флешбеке на как же как же эта игрушка-то называлась конкрет джинни да вот этот про пацанок отраска с косичкой с кисточкой бегал разрисовывал помните и мы потом с этими зверушками общались они нам там помогали классная игру для было кстати у нас есть если что на канале рекомендую ознакомиться приятно удивило даже мало того что просто приятно так еще и удивило тут что есть мой чат что-то за религию начал там общаться весь разговор пошел что-то давно серьезных чах тоже а где кошара мы по моему в этих территориях как раз где кошара было для пустяка шару это то это то место да нет застряла а то чего здесь кошка же 8 этих хреновин так сейчас зафиксировали кошку рано для чего ты здесь нужно нет какой-то другой район я не помню такого количества растений кошка здесь заберется отчетом весь зачем она даже не вижу ничего никаких светяшка пойдем искать сюда не запрыгивает где там этот куст ты залезешь нет нету зачем а чё зачем обратными путями куда я лезу вас не швейдем 7 штучек осталось ну это тупичок со штучками и приспакать царян что-то я залипла в эти в эти карты с этими хреновинами и искала сперва кошку потом мы вышли на какую-то площадь и там 20 золотую золотушек с инфой ну как тут не пособирать а вот конкретно тот район и что-то потеряла может быть его и не было тут наверное мы из церкви вышли непосредственно сюда и сейчас мы не можем уйти потому что вот вот эти все решетки вот это все это как раз таки возвращает в другие районы а нас сейчас туда не пускают рон делает предложение сегодня он сделал мне предложение если честно я не знала что ответить поэтому сказала нет я не я хочу быть с ним я люблю его но когда он предложил мне выйти за него замуж я словно немела а он стоял на коленях ждал стараясь страдая от моего молчания а потом поднялся лишь через пять минут и смогла ему сказать что мне нужно подумать неужели все испортила да нет и все сделала правильно ты прям выдержал атмосферу и он точно был доволен а подожди вот-вот-вот эти виселицы ой ну точнее кандалы виселицы были в другом месте где-то здесь было кашара надо искать прыгалки и там недалеко от них кашара где-то в самом начале это уже панту матч там были какие-то подворотни они там было то и пойди пойми я помню же было где-то здесь это одни из самых первых мест и здесь где-то было кашара вопрос где вот там может быть кстати господи причем одно из самых первых мест кому он игра где моя кашара ой я так и знала что в этих тупиках что-то есть есть вопросы на которые придется ответить я же горю не просто так и минут кашара ну блин это уже где была кошка ладно хрен с ним я думаю еще будем бегать наткнемся случайно пойдемте в участок и так уже долго ходим но зато инфы насобирали тоже неплохо в нормальных отношениях мне кажется желающие сделать предложение как минимум обычно интересуются если у половинки желание вступать в брак в принципе что-нибудь и когда нибудь и потенциально в этих отношениях в частности я и говорю ситуации когда а чё это не светить а что а потому что я подожди а почему ходу ладно что-то я а почему видимо мы пока что не знаем почему так и это механика раскроется но вообще да я уже говорил то что нормальных отношениях в принципе не будет ситуации когда один встал там на колено предложение сделал а второй нет потому что как бы все так или иначе должно о здорово люди скрытничают не без причины скажи чего ты боишься чего чего того что пугает всех людей с нечистой совестью вечных мог я-то думал пущу себе пулю в рот и все отмучился я же не знал но терпеть было уже невозможно что терпеть невозможно я боялся что кто то об этом узнает тут вечно рыскали парни вроде тебя искали всякие там улики разнюхивали все приходили один за другим я чувствовал как петля вокруг шеи затягивается все ту же а выходит я себя недооценил она до сих пор гниет там где я ее оставил да вот так ага смешно люди должны знать что ты сотворил не стоило уносить секрет с собой в могилу мы все что то уносим с собой в могилу даже ты тут обитают всякие твари жуткие такие твари тебе тоже стоит быть поосторожней блин одни сплошные маньяки и убийцы нам встречаются какого хрена я не хочу быть среди этих людей там кстати хреновина но я никак не могу это сломать опять окошко через дырку вряд ли прыгнет ам блин ну нет это не то тем более я ее здесь не проведу так причина смерти дуглас жертва повешена в потолочном вентиляторе знак колокол указывает на то что возможно это убийство возможно криминал покоим да господи я здесь уже вроде 5000 раз была откуда эти бумажки все кладбище Ashland Hills почти Ashfield Ashfield Hills было бы эпично кладбище Ashland Hills было заложено в 1632 году его площадь значительно увеличилась после двух трагических событий я не буду говорить как я прочитала слово трагические это что-то не очень цензурное одно из которых и дало к кладбище имя в 1665 как символично число зверя почти иммигранты спасавшиеся от лондонской чумы поняли что сами заражены их поместили в карантин в этой части кладбища когда все они умерли их трупы сожгли а пепел похоронили с тех пор кладбище называется Ashland Hills пепельные холмы ну ладно все мне сейчас главное вот так вот сделать хоба и чтоб мне ничего золотого на глаза не попалось там мы не проходим сейчас какая крепота слушай ну кстати удивительно что здесь хоть что-то читается хил пипл не хочу хил пипл ай блин туда я не пойду ну это эти срезки ваши ну это кладбище потом сходим значит стоп нет нет ладно все 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 идем 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 по сюжету хватит так-то в 1666 в лондоне пипец пожарящий случился не я больше угарнула в том плане что 665 блин почему вот эти двое светятся они мне не дают покоя что это такое эти что-то подвисли эммм число зверя ну в максипене постоянно когда эта цифра мелькает число зверя число зверя почти число зверя у меня просто личные ассоциации когда умирали забыли люмос выключить господи где же этот переулок с кошарой и балками такими мы там уже были я просто не признана ну нет я бы узнала там по-другому как-то все работало нужно идти домой прямо сейчас хер ли ты тут тогда сидишь маньяк тут бродит копок грохнули на улицах а ты сишь на скамейке где никто не ходит все-все-все емм полицейский участок зомби вперед ой о боже что я натворил нет 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 и лора они мертвы из-за меня мы просто веселились это вышло случайно я ничего такого не хотел я даже не помню что там было блин пять лет бегали ничего не было а тут хренак и сайт квест откуда он здесь вывалился то господи как это работает эй 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 успокойся поговори со мной как тебя зовут о а брэд хорошо ну теперь рассказывай я не знаю мы хотели оттянуться поехали в город выпили одну потом а потом уже не знаю сколько я не помню бдительный город вроде я вез рика и лору домой и боже я их убил я ни за что себе не прощу наверняка ты ничего не знаешь ты же сам сказал что не помнишь я пожалуй пройдусь тут немного может выясню что произошло ну что что я наделал так вообще не то что он бухой сел за руль бутылка рядом просто валяется я смотрю тут сквозь стены не только призраки умеют ходить да боговная чёт какая-то игра пипец ну по крайней мере на плойке элвис карёк ну кто б сомневался брэд тачка брэда видок паршивый а вот и сумка я говорю как то она лежит за причем я здесь пробегала я смотрел на эту штуку но из-за того что он стоит за вот этими за зарослями и голоса не подавал мы просто мимо пробежали первый раз немного но уже кое-что заправка не ой извините чек с бензин с бензинки выдан в тот день когда произошел тот нечистость в случае вероятности успеха мало но проверить не мешает четыре из четырёх в смысле что проверили далеко надо наведаться в смысле зачем у тебя четыре улики из четырёх ну пойдём ладно господи я же тут была почему здесь золото им светится какая-то работа а ну вот да я подбирала почему она все еще светится пипец баги баги охренеть кто бы мог подумать что это все так плохо будет слушай недалеко мы причем там были я но я не помню где это было а г-г-газоколонка вот она бензоколонка женщина а ты оказывается легковес а она его напои напоила и посадила за руль короче это она его грохнула охренеть поворот событий блющий человек ну это мы а нет это рик а это рик подожди я думала это мы у нас просто моделька лежащего мужичка была помните вот этого дерущегося пацана и нас в прошлом таким же показывали я думала это опять про нас про драки про бухло рик напившийся в зюзи но все равно что-то его напугало что происходит подожди нет он блюет и она ему говорит то что ты легковес типа не набухался то короче они все втроем были бухие но сдох почему-то только вот этот вопрос 2 из 5 так давай дальше это брэд но он самый трет такси то есть такси показалось что что а 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 класс не они прям в зюзи все бухие бред в том числе похоже брат пытался вызвать такси ну что-то напугало его до того как оно приехало ну вообще там был звук бьющегося стекла шин вот этого всего как будто бы уже кто-то ехал будучи в нетрезвом состоянии но разбился то он не здесь он вообще там разбился значит что-то все-таки не то случилось может копы просто потому что они здесь стояли бухие какие-нибудь в хламину либо родственники там родители какие-нибудь скупим летание не выглядят молодыми сильно либо копы либо еще короче что-то и они эти убежали а этот сел правда с другой стороны он разбился на машине а он вызвал такси что-то у меня не складывается че еще две улики где ммм вот вот на эту штуку он не реагирует хотя можно было это тут совсем недалеко то все равно что-то не очень же такси вызывал а тут вдруг внезапно сам за рулем короче что-то у меня картинка не вообще не складывается они все чего-то испугались но при этом он на машине где-то там разбитый один здесь участок полицейский недалеко может быть копы их напугали но при этом смотри я уже выхожу за зону задания где-то здесь еще две как странно вот человек был жив а теперь его нет где-то тут еще две улики вопрос так это в левой черте если встретим на улице убийцу я даже не знаю что сделаю но очевидно здесь были когда-то пути это просто отголоски прошло где 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 че есть то причем здесь сидишь все вышел не такая большая территория где еще две за эти сам может быть просто натыкать лора заливала бак когда услышала громкий шум номер машины сделаны по заказу владельца опять же он сидел вот вон аж за какой машиной машина принадлежала брэду разбитые бутылки виски любимая марка брэда плохой знак жуткая авария след так себе но все-таки эта жуткая авария поможет мне выяснить что произошло в ту ночь все указывает на то как будто бы он один был бухой такой чуваки заваливайтесь в мою тачку поехали они такие брэд иди в жопу мы не поедем ты бухой и они ушли а он поехал и разбился вот так вот могло бы быть но нет они все втроем бухие она заливает вроде как бы я так понимаю бензин в его тачку но они почему-то вызывают такси и че ты не понимаешь пойти его расспроси а здесь так по-моему не работает кто-нибудь видел кто был за рулем давайте ответим на вопрос кто был за рулем а надо три ну я просто хз что здесь чтобы выбирать за рулем очевидно был брэд стоп господи как вообще это заметить можно было сильно помятый мусорный бак плохой водитель или торопливый а может пьяный ммм так ладно предположим может быть здесь еще что-нибудь по сусекам поскрести шины какие-нибудь потому что я слышала виск тормозов другое дело что это должно быть в этой зоне их а что их напугало то все таки а во прям рядом фрагмент задней фары он же такси он звонил вот только-только вызывал такси и чего-то испугался причем не только он короче какая-то странная ситуация так давайте давайте давай кто был за рулем брэд звонил по телефону лора наливающая бензин река тошнит а здесь что задняя фара может быть здесь имеется в виду была видимо подожди какая-то хрень слушай я не понимаю как будто бы вот они сидели точнее стояли ждали такси кто-то приехал ну и впилился куда-то на машине и именно этого они испугались потому что был звон стекла собственно вот она фара был шум и был виск тормозов они испугались очевидно машины и здесь задается вопрос кто-нибудь видел кто был за рулем непосредственно самой машины которая к ним приехала которую они испугались но почему там написано брэд короче что-то какая-то хрената таксист так они его еще не успели вызвать я говорю он только-только звонит то что ребята нам нужно такси тут же поворачивают голову потому что виск тормозов вот этот вот как-то оно не сходится по времени за тобой таксист где где за мной а вот этот господи если все время подливать масло у них стандартные фразы нет он приехал и видимо ждет они уже укатились короче я не понимаю зачем а может быть слушай смотри они заливали машину бензин в машину а позвонили в таксишечную просто потому что угарнули может быть ему скучно пока баба бензин заливает он позвонил в такси и угорает стоит этот блюет ему пофигу но все еще произошла какая-то фигня приехал кто-то на машине потому что был виск тормозов это был не таксист потому что они только-только ему звонили и вот он теперь стоит и ждет фар на машине бреда но он когда уезжал он мог да задеть может быть здесь в данном случае виск тормозов сделали спецом то есть это было не когда он говорил а то есть в принципе с ним это связано то есть он ехал ехал криво задел этот бак сломал господи разбил фару и поехал дальше и там разбился но почему-то они то ли они им повезло потому что они на заднем сидении сидели то ли они просто к нему не сели но это маловероятно короче давай вот как я хотела взять вот эти три боковые вот эти вот короче бред позвонил потом поехал бред нет кстати что все это всех троих просто щелкнуть просто всех троих щелкнуть а какой смысл бред какой похоже их напугал этот громкий хлопок и что это было нет все таки это было когда они здесь блин как дебильно как-то построенный вопрос и опции выбора кто был за рулем сик ты меня спрашиваешь все таки про машину которая приехала и здесь что-то лопнуло слушай а могло быть так что приехал просто дружбан какой-то типа бред я приехал тебя забрать он тоже приехал бухой блин вот как-то очень всрато построены и предложения и варианты и виск тормозов вот этот был когда он говорил по телефону то есть это все таки было не как бы намек на то что было потом а это именно было когда он разговаривал слышь ты кто вел машину а здесь кстати нет треугольника я не могу здесь решить вопрос этот блин какая-то херота непонятная происходит с этим квестом я там уже выбрала возвращаясь к машине здесь ничего what the fuck is going on в этом задании 10 из 11 но при этом там я закончила а где счета может быть на дороге где-то по ходу дела ой господи а где я ну предположим блин я не понимаю как это работает у них еще что-нибудь скажешь надеюсь все вернусь в чистую комнату да не у него стандартные фразы абсолютно там под ногами было около машину у бутылки виски у бутылки виски давайте посмотрим но ничего не светилось с другой стороны здесь некоторые улики светятся а некоторые нет и вот это конечно путает а а не особо там укрыться это не так я еще не понимаю как это работает у меня даже нет второй точки с треугольником где я могу сделать какие-то выводы ёпта так ладно давай предположим сика откуда ты ехал вообще он же не отсюда вылетел да это что какое-то странное помню с этим сайтом тупила потому что он дебильный какой-то то есть сам сайт интересный но вот то как здесь все построено непонятно у тебя 10 из 11 улик в первом месте вопрос как-то странно поставлен ты не понимаешь что именно от тебя хотят а здесь ты не можешь найти даже вторую точку где этот треугольник надо поражать ну то есть около машины очевидно но там не работает там типа нету какая-то херь очень странно че еще цены да у нас тут побочка странная она как-то странно поставлена то есть они втроем бухают слышат виск тормозов разбит хлопок очевидно фара лопнула что-то такое случилось задели этот самый они чего-то все испугались и тут же тебя спрашивают а кто был за рулем блин а при чем здесь тогда ситуация что они чего-то испугались зачем тогда вызывать такси если у него у брэда была своя машина они ее заправляли то есть он прикалывался или что блин просто что о официальный комментарий бэкстер к сожалению пока никто не арестован подозреваемых у нас нет вот почему мы настоятельно призываем жителей салема сообщить полиции обо всех подозрительных фактах для поимки преступника нам понадобится помощь всего города ну то есть возьми по нулям если их кто-то спугнул и они быстренько сели в машину и уехали ну окей мы нажали брэда очевидно за рулем был брэд потому что он разбился остальные видимо выжили но почему тогда здесь было кто был за рулем мы нажали на брэда и там около машины мы видим труп брэда мы видим эту сраную машину призрачную но при этом там опять спрашивают а что кто был за рулем и при этом там ты треугольник прожать не можешь сика как как что ты хочешь от меня игра может у нового начальника полиции все получится нужно вселиться в человека другого окна так я вроде делала это женщина она у двери а у нее влияние появилось ёпта я в нее вселялась я в нее вселялась до этой побочки и во время этой побочки не было влияния а а жуткая авария очевидно ну она видимо чинит дверь потому что кто-то вбилился в эту дверь да ой блин какой такое такое дичь а ты все таки мужик теперь деньги за окно и зарплаты вычтут а меня так эти пьяные уроды разозлили мне за ними еще и блевотина убирать всех клиентов распугали зря я дал этой бабе уехать надо было полицию вызвать хлопок это было стекло значит за рулем был не бред это была лора теперь уже все равно но он будет рад узнать что это не он их угробит блин ну это это трэш это трэш потому что во первых мне казалось что женщина потому что мы его трогали либо это была какая-то в другом месте очень похожая я их перепутала а потому что здесь все местах ориентируются мало того что это и появляется потом так еще до кучи зачем тогда когда он звонил смотри он разговаривает по телефону они все испугались этого хлопка там показывают был виск тормозов Зачем тогда это было делать? То есть был звук разбитого стекла Был визг тормозов Был какой-то грохот И нам тут же говорят по этому заданию Что они чего-то все испугались Естественно, ты подумаешь На то, что что-то вот-вот случилось Тем более следы этого есть Был звук битого стекла без тормозов Нет, там был какой-то звук шин Я помню Ну-ка, покажем мне еще А, нельзя, да? Вообще нельзя? Блин, подожди, а где это было? Блин, подожди А, нельзя провертеть еще Был грохот Ну да, был грохот, как бы И мне казалось, еще шины какие-то были Я поэтому и искала здесь вот следы шин Может быть, какие-то Потому что мало ли Блин, трошнина какая Ужас Дебильное задание Не понравилось Постановка вопроса Еще такая странная Там за рулем Здесь за рулем Две точки У тебя бегаешь, как дебик Шины при старте могут взвизнуть Ну, короче, они все это так в кучу запихнули Что неясно стало Короче, дебилизм С.О. С.О. С.И. ни о чем не говорит Стоп Точно Мы заезжали на заправку Заправились вы, будь здоров Кассиру пришлось убирать за твоим другом Риком Ты хотел вызвать такси Боже Я ничего такого не помню Когда кассир выбежал на улицу Вы уже уехали А за рулем была Лора Значит Это не я Ужасная, ужасная ночь Я знаю, я виноват Но хоть не вся вина на мне А, слушай, кстати Я не знаю Что сказать Спасибо Вполне вероятно, они все-таки все вместе умерли Но этот остался здесь Потому что он думал, что он виновен С другой стороны А почему он думал, что он виновен Если он был не за рулем Он забыл об этом Каким-то образом Короче, какой-то странный квест Да, записка это богоносец И в духах тоже такие Короче, что-то Так он не помнит Я говорю, забыл, наверное Просто я пока бегала здесь Пытаясь понять Я уже забыла, что он забыл Да, ну он, видимо, забыл Как та женщина Вот и здесь забаговалась Тоже золотая Хотя мы подбирали Богована, игра Пипец Какое странное чувство Опять сюда вернуться Туда, где в свое время Спасался от свалившегося на тебя Одиночества Забавно, как все повторяется Может, он консоль? Сегодня он впервые стрелял Обычно предпочитает ближний бой Так что, если к нему подойти Он получает преимущество Но, сэр Если к нему не подходить То как мы его арестуем? Вспомни, чему тебя учили Он убил копа Он в розыске Стреляй без предупреждения Оперативный штаб Естественно, не сама игра Богучая А версия для ПС Как минимум Ну, это что-то прям трэш Пока что он не облажался Но это пока Че, почитаем, че пишут Телс доставлено в морг 2014 Причин смерти Определит вскрытие На месте преступления Не обнаружено ни ДНК Ни отпечатков подозреваемого Потому что он был в перчатках И перчатки, кстати, какие-то кровавые были Должно быть, они уже привезли тело Если оно в морге То ребята уже наверняка готовятся К вскрытию Поверить не могу Какая информация наиболее важная? А, вот я выбираю Вот как это работает Я в прошлый раз просто Не обратила внимания Что я уже что-то выбираю Звонаря практически выследили Тем не менее В деле нет никаких подвижек Его практически выследили Но, кстати, дело не двигается Как они его выследили? Жертвы Все жертвы молодые женщины Признаков сексуального насилия нет Это священник Он ищет ведьму Звонарь убивал в разных районах города На первый взгляд Никакой связи между ними нет Блин, как я хочу в сети Лайф поиграть Исследование Знака Звонаря Это связано со знаком Знак убийцы Знак, который Звонаря Оставляет на месте преступления Какое отношение Колокол имеет к убийству? Нажмите на автотвитчик кто-нибудь Вообще всем насрать Че? 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 Подожди Надо выяснить, есть ли подвижки И расследование моего убийства Блин, это странно звучит Нет, сэр Я и сам очень хотел бы это знать Видимо, сэр очень-очень громко орет Учитывать дальность Да, капитан Извините, что? Что нам попробовать Блин, я по идее в его теле Почему я не слышу А, потому что нажать надо Пока никаких подозреваемых Лейтенант Все это из-за плохого руководства Кто бы не разрешил Ронану действовать в одиночку Вина лежит на вас Сегодня мы потеряли одного из наших А у вас никаких подозреваемых И никаких зацепок? Послушайте Он был в перчатках И, похоже, в квартире ничего не трогал Кроме дверной ручки Не оставил ни следов Ни волокон Ничего Если вы думаете, что я не хочу поквитаться с этим парнем То ошибаетесь Сбавь обороты, Рекс Все знают, что он твой деверь Так что можешь не напоминать Но если снова сорвешься Еще один из нас присоединится к Ронану Понял? Найди убийцу Или улику, которая приведет нас прямо к нему Это приказ Деверь? Ну, он брат нашей жены Рексу торчен отсутствием улик И какого-либо прогресса В расследовании моего убийства Ой, ну он пытается Хотя бы, ладно О, это не самое странное Из того, что я сегодня видел О, мы расчистили Неожиданно Отчета вскрытия Причина смерти Удушение Травма шеи и гортани Глубокие ссадины на запястьях Лодыжках Вероятно, отсвязывание Конопля на веревке Характерно для всех жертв звонаря Это он Это точно священник, который ищет ведьму Твар Нужно верить в полицию Копы должны стоять друг за друга Блин, надо вернуться к просмотру новобранца Я что-то дропнула Рост 190 Вес 95 Спортивная фигура Европеоид Цвет глаз голубой Особые приметы Одежда всегда носит маску И капюшон Так, он дверь мне открыл Шикарно А сейчас свалим Так, тут я получается Закончила Да? Какие там еще варианты? Ты смотришь новобранца Я когда-то начала Давно Посмотрела Мне очень понравилось Мне всегда очень сложно Выбирать сериалы Я пять лет Вхожу вокруг Что-то потом Один раз в год Пойду искать Непосредственно Что бы такого посмотреть Мне как-то сложно Со всем этим Ой, отсылочки 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 Скоро Реникс отметилась Слушай, подожди Тут-то у меня Эта хрена-то Такая осталась О, сейчас будет Вот И Я что-то Думаю, блин Было что-то интересное Про кофе Просто Как называется Вот этот вот Жанр Когда Вот про врачей Про какие-то профессии И при этом В перемешку с жизнью Вот как называется Жанр Есть прямо Какое-то определенное Название У таких сериалов Я постоянно Его забываю Какое-то такое Вроде с одной стороны Понятно Но хрен-то вспомнишь Вообще Так Что заставило его вспомнить Что он должен сделать Ай, блин Сходство знаков Связь между убийствами Хрен там плавал Чем он там За ним Он ищет пропавших людей Наверное Че он делает То вообще Чтоб мне понять Че Что заставит его Вспомнить Что он должен сделать Я даже не знаю Что Подожди А что у него в мыслях А нет Нельзя послушать Охренеть Веревочный Я об этом подумала Да Но сейчас попробуем В фандоме Шерлока Истории про расстреливание Называют кейс фиками Не-не-не Не то Не то Это именно Расстреливание Не там Какое-то особенное слово Так Ну веревочки Не знаю Давай попробуем Почерк Может убийца Хрен там Ну веревки Процедуал Ну что-то очень похоже Да Процедурал Процедуалка Что-то такое Да Может быть оно Да Процедуалки По-моему Они так называются Это очень Странное Название Хрена Я говорю Запомнишь Хрен вспомнишь Да Наверное Наверное И вот Вот такие сериалы Я люблю Вот только такие Честно говоря И смотрю Поэтому у меня есть Небольшой пак И мне нужно было Его пополнить И собственно Вот Я слышала Много хорошего Новички Тем более копа Мне нужен был Какой-нибудь хороший сериал Про копов Копы Чикаго Меня что-то не устраивали Потому что Там актеры Из этого сериала Мелькали в медиках Чикаго А медики Чикаго Я дропнула Потому что я сперва Начала их смотреть У меня были Некоторые вопросы К этому сериалу А потом я себе Словила спойлеры Это что-то там Такая жесть Что я дропнула И не стала продолжать Тем более там Главный актер ушел Короче как-то Очень странно Там все происходит И короче Я за анатомией Агрей вперед Там уже главная актриса Ушла тоже Насрать Зато Аделаида Кейн Пришла Моя любимая Я теперь буду Ради нее смотреть А Камила Ладинг Там еще Ой короче Неважно Суть в том Что новичок Пополнила мою коллекцию Но я как-то От приклассить него И что-то Так и не могу К нему вернуться И у меня еще И про Этих Корейскую группу Поддержки Дорама Стоит Хотя там уже Большую часть серии Посмотрена Надо досмотреть Ой короче У меня еще Там прокопов Один есть вариант Мне надо Прочекать Короче Сложно Сложно жить Пожарный Чикаго Класс Не знаю Насчет пожарных Чикаго Я смотрела Отщепление От Анатомии Грей Станция 19 Ну там такая Бесявая Главная героиня Шоп 5 И опять же Там из-за того Что это от тех же Как бы От той же студии От всего вот этого Оно перекликается С Анатомией И я ловлю Периодически спойлеры К этой Станции 19 Потому что Станцию 19 Там надо правильно смотреть В перебивках Вот эти вот То есть Анатомия Грей И Станция 19 И если ты так не делаешь Если ты просто смотришь Там по сезонам То ты ловишь спойлеры Либо к одному Либо к другому Эй, блин Это так неудобно Они бы хоть В конце серии Там писали То что Вот после этой серии Вы можете смотреть Вот эту серию Станции Было бы намного удобнее Наверняка Где-то в интернете Есть какие-то Такие таблицы Но это Западло что-то И опять же Мне не нравится Главная героиня Станции Поэтому Этот сериал Тоже пошел по жопе Вот А новобранцы Надо продолжить Да Бегом смотреть Что там Вечность Господи Что это Судмедэксперт Пытается найти Причину своего Бессмертия Ой нет Что-то трэш Какой-то Не Вот такое Это не для меня Не Вот Миссиски Либо полностью Фэнтези Хочу кстати Карнивал Роу Начать Там Второй сезон Трейлер Что-то Зашибенный Хотелось бы Как-то До него Полноценно Дойти Короче Не важно Мы отвлеклись У нас У нас Расследование Ой Последний Трай Давай Че Давай Да Хрен Не это Подожди В смысле Нет нужной Улики Может Это Вот это Вообще Расследование Зашло В тупик Давай Его Нет Блин Я тупая Что еще Карта убийств Пропавшие люди Давай все-таки Приметы Че-нибудь Да Ёбушки Слушай Я сейчас все Перетыкаю У меня рейтинг Минус 100 Будет Сейчас Да Ёберна Слушай Ну короче Здесь Учитывая Что Давай 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 все Подряд Жмем Он реально Говорит Что у меня нет Нужной Улики Чтобы ответить На этот вопрос Это вот это Реально Или он Я просто ошибаюсь Каким-то образом По всем фронтам Ну да Да У меня действительно Походу Нет нужной Улики Лолкек А зачем Тогда вообще Дают Выбирать Что-то Если у тебя Не все Улики Собраны Если ты можешь Вот так Обоссылаться А че надо То Нет Нужно помнить Что этот убийца Такой же человек Как и все мы Нужно верить в полицию Слушай Ну эти Уже Почекали Карты Что еще Тут есть Это Я уже Вышла Оттуда Значит Что-то Внутри Где Саня одежда Свидетельница Утверждает Что видела Человека В темной Толстовке Подходящего По описанию Темные штаны И ботинки Лица Не разглядела Портрет На столе У компа Я на них Смотрела У меня Вроде Не подсвечивалось А теперь Подсвечиваются Либо я не обратила Внимание Я на них Смотрела Но видимо Либо не заметила Квадрата Либо его не было Обновить Чтобы отразить Последнее событие Стюарт Стюарт Хотел узнать Что-то еще В связи С последними событиями Что же Произошло Ну Технически Конкретно Здесь Все Собрано Давай Что же Ты хотел Нужна Информация Про Павших Жильца Значит Содержательно Короче Надо потом Пересмотреть Я действительно Не заметила Квадрата Или его Не было Наверное Я его Не заметила Сорян Надо меньше Трепаться И больше Играть На самом деле Что-то мы Ушли В какие-то Нити Степи Меня потом Обасрут На ютубе Опять Что я Играю Через Жопу Физика Физика Слушай Это физика Из Сеговских Игр Посмотреть Да Сейчас Казандра Фостер 42 года Проживает В многоквартирном доме Ригал Медиум Сотрудничает С департаментом Полиции Салем А в последний раз Соседи видели ее Две недели назад К уголовной ответственности Не привлекалась Джой Фостер 15 лет Формально проживает Вместе с матерью Кассандрой Фостер Продяжничает Несколько Правонарушений Прогулы Школьные Проникновение На чужой участок Взлом и кража Розыск Джой Фостер Отменен Произведено Задержание Нашли Таки А еще Что-нибудь Есть А вот так Вот надо было Джой Фостер Формально проживает Вместе с матерью А подожди Какая Наиболее важная Ну Задержание Пойдем Сейчас к ней Нет Да Так Великий Вывод Я выяснил Тут все Что можно Надо Проведать Джой Может Она уже Вычитала Что-то Хорошо Все еще Немного Непривычный Непривычный Подход Я конечно Не играла Во все Вот эти Новомодные Шерлоки Где точно Так же От третьего Лица Персонаж Ходит Может быть Там похожая Система Расследование Из Здравствуйте Ёпта Семь винтовок Надо найти И всего Вот этого Но здесь Мне очень Непривычно Никак Не могу Даже Нащупать Так Ладно Давай По стеночке Еще один Туалет Ой Здравствуйте Это в женском Винтовка Лежала Опа Судерберг Камни в карманах Могут указывать На самоубийство Следов насилия Не обнаружено Подозреваемых Нет На дно Видимо Куда-то Запульнули Тело Ну вообще Нифига Подобного Кам Это Ой Блин Рекольная Square Enix Вообще Везде Отметились Конечно Смотрите Смотрите Мы спонсировали Да Мы дали денег Смотрите Играйте Покупайте На русский язык Мы не будем Нифига Тут фигачат На русский язык Мы не будем С игры Добавлять Идите В жопы Опять веревки Кстати А это она Была связана И кинутая В воду Нифига Еще один Несчастный случай Если бы не колокол Нарисованный На тыльном Стекле Чего? На пыльном Стекле Пальцем Перчатки Несчастный случай Да Руки Сами Завязались За спиной И В карманы Тоже Камни Натолкались Сами Несчастный случай Я вредный Полутергейст Алан гордился бы мной Так Битва В 1777 году Здесь в январе Вот такого-то года Храбрые солдаты Континентальной армии В течение трех дней Отважно отражали Атаки превосходящих сил Англичан Пока не подоспела Помощь из Бостона Копы Должны стоять Друг за друга Боже Случился флэшбэк На Фаренгейт Ой, блин Ну, конечно Нельсон Подозреваемых нет Версия о несчастном случае Пока не исключена Единственная улика Свидетельствующая Насильственной смерти Колокол Нарисованных фломастером Отпечатков на фломастере Нет Каждый такой ключ Это статья Каждый ключ Понимаешь? Нет? Ладно Что ж Сиди тут Тихо Ты здесь надолго Вот этот парень хороший, да? Прям и за нас вступался И здесь как бы Пытается мозги вправить Дурочки Так, слушай Слушай Я могу тебе помочь Досье на звонаре Оно где-то здесь? Да И оно поможет найти мою маму Но я ведь говорила Ты и мёртв Как ты мне поможешь? Эй Я это место лучше знаю С кем твоя мама тут работала? С кем? Не знаю Она называла его Бастард С большой буквы Бастард 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 Уболюдок Я тебя проведу Идём Куда идём? Они смотрят Да, а то, что ты треплишься Тебя не смущает, да? Отвернуться Ой Так Деваха Волосы живут своей жизнью Да Клар Анна Нельсон Женщина 20 лет Студентка Большой буквы Сейчас Так Битвы На год раньше Здесь в декабре Годом ранее 13 солдат Континентальной армии Погибли в ходе Внезапного нападения Английских войск А на следующий год Они Мочиловку там дали Просто всё уютно Здорово Ты побочка? Мило Ты здесь за что? Слишком долго объяснять Скажем так Я не хотел, чтобы какой-то судья Распоряжался моей жизнью Это мне решать И я решил Хотя Теперь это уже не важно Да? Важно Раз ты всё ещё здесь Я могу помочь? Неа У тебя, как мне кажется Своих проблем выше крыши Сам разберусь Как всегда Спасибо Ну да Они все такие более-менее обычные А мы прям с 50 дырками в груди Делай, что должен Я справлюсь Какой мужчина Посмотри Восхищаюсь Выпустите меня Тут призрак Вон он Вон в той камере Вы можете перевести меня В другое место? Если бы я тогда только мог знать Кем стало потом Ну неужели ты не видишь? Первое преступление Никогда не забуду Как я получил свою первую татуировку Отец ничего не сказал Я не понимал Что происходит Пока он крепко не взял мою руку И не набил мне тату Чтобы я навсегда Помнил о своём первом Преступлении Слушай, раз ты меня видишь Давай потрындим А как он видит через стену Как бы ладно Он был бы напротив Но Странно Дядь И причём поговорить с ним нельзя Хотя он меня очевидно Видит каким-то образом Через стену А ты чё скажешь? Не та камера В твоей должны быть стены Обитые войлоком Почему только мне достался Этот псих? Окей Слушай, а 3.16 Это никакая не отсылка? Чё-то очень знакомое Слушай, а может быть знакомое Потому что в сигнале Если чё-то такое было Опять Deus Ex Опа, винтовка, да? О, да Ещё шесть Господи, где они? Криминологическая лаборатория Благодарна щедрому гражданину На деньги, которого была построена И оснащена Это криминалистическая лаборатория Интересно И сидит такая Ой, и я лежу Неловко Ой, темно такая Ведь татуировка с пауком Обычный символ от ситки В тюрьме Почему тут в паутине два паука? Он ошибся с тату Это просто татуировка Вот и всё, что я знаю Занимайся своей работой А этот ворон Глядя на собственный труп К такому нельзя быть готовым Нельзя увидеть собственный труп И не вздроган Теперь он ещё больше похож На пустую облаочку Господи, я вылитый бандит Он вроде как Прикован к тюремной решётке Тебе платят не за анализ татуировок Да, сэр Ой, смотри, дырочки Слушай, тебе надо Хотела сказать В криминологию идти Но он уже здесь Почему старик такой злой? По этим тату Можно кое-что выяснить Эх, как ты вранец А это Хэфул Пафиц Он не одобряет В мединституте Учат далеко не всему Никто меня не уважает В мединституте Учат далеко не всему Ну ладно Блин, как-то мало взаимодействий С телом С нашим Я хочу больше взаимодействий С нашим телом А вообще Гляжу я на этого мужика В татухах Вспоминая Уэй Ашенни И грущу Блин, ну ты сидит Около своего трупа Скажи, что с тобой случилось А сам как думаешь Умерла Да, я это вижу Но как ты умерла Скрытия не должны проводить Если причина очевидна Я не знаю Таблетки Вроде снотворная Я хотела уйти мирно Я не знала, что Очнусь Жесть Что мне теперь делать? Если б я знал Как выяснил Сразу сообщу Да ты, конечно, крип Хочешь уйти А не уходишь И повторно уйти Уже не можешь Попадаться Блин, я только хотела сказать То, что она пипец Очень похожа на Сэмми Из первой Лары Крофт Вот этого, тринадцатого года И вот этого перезапуска Так у нее еще и голос тот же самый Та же самая актриса Это просто дурной сон Я не верю Лол, кек, чебурик Так, ладно Давайте Болен Немножечко назад Сейчас я все прожму Винтовка наверняка Где-то здесь валяется Еще одна А может и не одна Робинсон обрабатывает девчонку Она что-нибудь знает? Посмотрим Робинсон, она ведь джентльмен Но допросы вести умеет Да Ловкий малый Ставлю на него Интересно Знает ли что-нибудь девочка? Лучше делать то, что умеешь Окей Кей-кей-кей-кей-кей-кей Ну, винтовки не вижу, честно говоря все это работа как же достается ронан никогда его не понимал не подожди мужчина с голосом алистера ронан этого не заслуживал вот вот это мне больше нравится не то мне нравится однозначно так нужно камеры вообще отключить так-то содерберг гретта содерберг женщина 17 лет смерть наступила за неделю до окончания школы вообще ничего ухты очень чем не гнушается молодая старая смотри по большей части молодых жмых это молодых ведьм на срам и священник это точно эти винтов черти суши но я все ел единственно что они меня палят нужно как-то отрубить на вторую тыс закрыта все ничего не работает опять полагает что так вот это тупая хрень надо было вот так просто сделать все это время я думаю их прямо надо где-то отключить и не просто вот так можно было так теперь нужно их отвлекать чтобы она вышла ой это прямо этот игру ли где нужно было через видеокамеры деваху вести по стелсу кушай винтовки я хочу историю прикольную в участке мне там еще 5000 винтовок надо найти так ладно ты не пойдешь на иди за мной я помогу тебе пройти мимо копов к двери легкотня один раз ты уже попалась детка теперь давай-ка не высовывайся ну охренеть куда нашим а ну вот и надеюсь ночью будет тихо так на что ты смотришь надо тебя иди сюда давай поторопись понесли пошарой пипец давай-давай тупая хрень тыка-тыка-тыка-тыка-тыка-тыка-тыка просто вообще неудивительно что они убийцу не могут найти даже я мертвая приношу больше пользы чем они живые так а нам надо налево до так тебе это самое он стоит он же не может пойти вправо на что надо гнать куда-то сюда здесь ничего нету репаблика да-да-да немножечко нудноватая игра честно говоря очень затянутая как по мне но прикольная идея хороша реализация мне кажется все таки суща куда бы его подвинуть то может мне вообще не надо его трогать может мне этих надо двигать хотя зачем здесь двери нет все лица внушить что-то может быть канагисты только в этого нет здесь только чтение мысли как и в предыдущих единственное что видишь она сидит здесь она смотрит куда-то направо как будто бы иметь а здесь то ниокуда идти здесь но не не эти не реагирует нужен вот этот черт но я не вижу на что его на навести эту ночь здесь ничего нету что-то не понимаю вот вот он стоит он мешает хотя честно говоря за его спиной может быть не он может быть и эти может быть он как раз таки не мешает мне этим тоже насрать а если вот так лететь кого двигать то слушай может с ней поговорить надо может поэтому не работает нет очень странно что-то я хз может в этого вселиться как это рун он так быстро стал детективом да что он работает в отличие от вас принтер потыкал да я уж все потыкала все что было вообще просто если нам в эту сторону что очень видно или вот сюда то мне надо убрать вот этого хотя зная ее она могла бы вот так вот уже пройти но она во первых смотрит куда-то в ту сторону что странно а вот этот я не потыкала должно быть все короче все потыкала кроме нужного как обычно я не видела не видела он беленький там беленькая да честно говоря я могла бы пройти запросто вообще и без этого он вообще не смотрел в ту сторону ну вот молодчина почти пришли молчал бы лучше разве не я нас сюда привел тебя убили мистер решету а слушай ненавижу я я не могу перебраться помоги мне а нельзя типа перелететь и все такое что я призрак а не боинг понятно а тебе без меня кабинет в жизни не найти она так спокойно стоит на этой хренате не думай читать мои мысли или про всякие гадости думать после этого мы квиты да я уже вселилась стояла так причем спокойно на этом говне и так все выходи сейчас привыкла нибудь стоять на говне что-то не думаю все равно жутко выглядит там еще руки какие-то тянутся подсторонние так что тут есть винтовки сперва ищем винтовки потом все стены шесть винтовки ну я уже по-моему пролетаю с винтовками скажем прямо а я где их искать грейс почему такая музыка энн грейс женщина 22 года близких родственников нет была известна под именем мадам агата что за отсылки на фаренгейт продолжаются занималась предсказаниями точно точно отсылка на фаренгейт что тут о он был неправ даже когда был прав да они когда совсем молоденькие оба были да ну бакстер я не удивлюсь если он каким-то образом покрывает убийцу либо он действительно два варианта либо он тупой тупой не видит ничего он просто тупой озлобленный мудак либо он как-то покрывает убийцу потому что что-то за жопу свою боится или что-то вроде того за доской в углу а вот это да еще минуту дальше мы посмотрим там точно все как оно интересно конечно работает ну да ну да ну да это все эти туалеты великолепные которые уже были фильм призрак у меня в детстве был первым фильмом на подобную тему какие жуткие твари были там да ну фильм такой довольно местами жесткий но очень классно а смотри что сделали лицо прифотошопили хе-хе-хе собаки причем лицо вот этого которое справа вот это вот это единство а крс все смотришь брод своейиновидящий ты прекрасна знаешь что я не верю во все это дерьмо но она другое дело результаты налицо когда найдешь источник надежный дай мне знать бакстер все еще ищет звонарях хотя его и отстранили может быть у нас love hate с ним было мы не знали то есть односторонний love hate у нас ненавидел но как бы типа любил по-своему ничего не могу сказать я из другого отдела я тут всего полгода проработал но так копов убивают часто нет я бы не сказал что часто я прослужил почти 20 лет и пока что же это конечно выбивает из колеи как раз потому что такое не часто бывает ну и слава богу что не часто я конечно тоже хочу ловить бандитов просто денек выдался тяжелый док слушай сынок у нас у всех бывают тяжелые дни но знаешь как-то справляемся надеюсь я дослужу до пенсии надеюсь это служит пенсии в таких сонных городках беспокоиться не о чем как хорошо что я не водили убийств иногда офисная работа кажется заманчивой и все-таки рона ну да он тут очень выделялся конечно наверняка ним думали знаешь как типа он как бы из бандитского мира чё с ним будет стрелянный воробей весь такой крутой как вареное яйцо за мне одни говорят уже да ты точно подохнешь слишком слишком нарываешься но все равно неожиданно заявление о пропаже человека дженнифер гэлбах женщина белая хрупкого телосложения последний раз друзья видели ее на кладбище о кладбище пошло эшленд хиллс после вечеринки с другими чарлидершами пропала два дня назад свеженькая да два дня аж так пойдем короче обратно барин где эти винтовки меня очень напрягает что здесь так много стелсовых точек но при этом демонов нет такое ощущение то что мы потом по сюжету по всем этим местам еще раз прогуляемся еще мне бесит что записки багут и я не понимаю как я находил а какие нет так а второй стоит все еще портрет убийцы подозреваемый мужчина предположительно одинокий может свободно передвигаться по городу замечен несколько раз с местами где были совершены преступления блин вот это описание конечно охренеть на месте преступления практически никаких улик кроме знака колокола ну и от печи не отпечатков не днк неподозреваемых опа благодаря тебе она выздоровела ты избавил ее от болезни разрушающие сознание что ж думаю теперь вы вместе я говорю она странненькая а вон она че у нее у нее мозги текли визит участок раньше я навещала рекса в участке но уже давно туда не заходила и сегодня когда пошла туда вместе с ронаном мне все представлялось словно в новом свете меня потряс кабинет посвящен у делу звонаря все что им известно все что по их мнению связано с этим подожди а как долго звонарь вообще существует слушай а может быть а наверное ее тоже убил звонарь именно поэтому он побежал на это дело до начал врываться все что им известно все что по их мнению связано с этим делом находится в той комнате там какая-то особая странная энергетика словно идет некая религиозная церемония я говорю священник никогда такого не увидела видимо ее тоже убил этот черт карен мари дуглас женщина 37 лет бухгалтер не замерзем криминального прошлого и склонности к насилию нет посредством устраивать вечеринки с гаданьем на доске уиджи так давай по стирничке я вижу вентако сколько три штуки осталось блин ну я точно их не найду на этом этаже все где-то сныкны обезьян блин ну в смысле обезьянек нибудь здесь какой-нибудь есть на дне дна ой ронан получил жетон важный день никогда не думала что это произойдет ведь из-за всей этой волокиты столько могло пойти наперекосяк но рекс все устроил а теперь у моего парня у моего мужчины есть полицейский жетон но он ему очень идет ронан его обожает и похоже теперь еще сильнее заважничал боже как же я люблю парня в форме блин она какая-то странная сужите я с одной стороны ее понимаю но она пипец странная записки ее это что-то с чем-то точнее мысли проблемы с законом я знала что у него было полно неприятностей но и подумать не могла что список его грехов столь обширен все гораздо хуже чем я думала преступление на преступление начиная с самоводитства похоже его жизнь уже разрушена как я могу связать с ним свою судьбу он же ему так идет форма и он такой плохой парень ой мой мужчина все замуж иду так две винтовки фига у нее там записок конечно полицейский в штатском а рекс провернул что-то невероятное повысил ронана до детективы блин вот это кумовство конечно без обязательной обработки отработки патрульным рекс убедил капитана и комиссара что знание о городском дне сделают ронанно отличным полицейским в штатском урона как гора сплечь свалилась собственно вот почему мы не в форме скачем мы на особом звание фактически шпион удобно и глаза не мозолит и форм не ходит лишний раз не позорит так сказать в кавычках вот кстати 1 стоит ай блин мать мать каждый раз он убивает новым способом преступления кажутся случайными не имеющими отношения друг другу полиция и не видит никакой связи кроме бакстера я не совсем ему доверяю но он мой единственный шанс ну да скорее скорее всего он хороший парень который просто слишком который ведь верит во всякие вот эти полтора ясные моменты никто там особо не считается с этой ясновидящей а он да 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 возможно у него в роду там какие-то были но он такой знаешь прям такой дубовенький и он видит чувака в наколках все бандиты не можешь быть копом но при этом он конечно немножечко говнистый потому что шляпу но что спереть хотел так что говничность в нем все таки есть я надеюсь его прям таким тупым злодеем совсем то не сделают но видишь он пытается он пытается что-то раскрыть значит все таки либо замести следы мы знаем прецеденты подобные когда я вроде расследует а на самом деле заметают следы не будем показывать пальцем конечно последний винтов качат где она мне почему-то кажется что она не на этом этаже ну вот это вот это не считается за последний винтов качат это дробашь для леона стоит мне интересно какая записка там какая история вернее будет точно что-то на первом этаже осталось вот зуб даю так давай вот прям прям примут прям по стенке точно ничего нет ой как будто бы нет блин пипец узкие коридорчики ой эти кабинетики клаустрофобненькие такие довольно слушай нет походу надо отщемить на первый этаж либо она здесь где-то прям вот максимально незаметно либо все-таки где-то затесалась на первом этаже потому что там территории конечно необъятны а так я не вижу ну теоретически вроде как прежде чем уходить нам дают еще походить да я конечно чат я ничего не хочу сказать но вот таким вот золотым свечением помечались предметы в элден ринге если их можно было поднять так ну это один а где второй убийцами всегда оказываются молчаны и шумину скорости прибавить нет отвернись странно немножечко скрипты сработали проверить туску рядом с копами а чё записка заплавалась вот доска а чё с ней а вот это а вижу 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 о спасибо большое о все базе вазим а нет еще одна еще это было это было она была предпоследний сика где-то еще одна и думала это последнее нет нам уже еще одна чат нам нужно еще пойдем вниз где же в коповском то вот этом вот всем наверняка что-то есть интерес семьдесят пятый год что ж мы в обратном этом-то порядке идем грозная крепость возведена здесь семьдесят пятом году выдержала осаду британских войск нифигово они так отгрохали крепость за долгую так это стена все прямо стена стеной туалеты чекали мне тошнит не надо так делать это было по стеночке по стеночке как будто бы нет ничего стеночка все тут как бы айма спешит доску в комнате сразу после того как девочка гонялись поверили ой блин это я не смогу ответить тебе поднялись поднялись мы здесь а и балет а как я поднимусь то обратно а уфак деваха вернись я не а подожди там с другой стороны была лестница до просочная до просочная я помню свой первый день на службе в полиции в то время департамент полиции салема располагался в крошечном здании на краю города это был старый дом набитый людьми и совершенно не приспособлены к повседневной работе охранять город становилось все сложнее и наконец власти решили превратить старинный арсенал нашу новую штаб-квартиру когда мы переехали я сильно удивился каким большим и современным казалось одно из самых древних зданий салема которые однако весьма неплохо сохранилась кроме того она подходила нам по духу когда-то здесь проходила первая линия обороны города в эпоху фронтира а сейчас старый арсенал снова взял на себя эту роль уже в наше время первая неделя после переезда выдалась довольно суматошной один полицейский заявил что кто-то взял пистолет из его шкафчика он 20 минут его искал и в конце концов нашел у стены в одном из еще не занятых кабинетов кроме того ночной дежурный доложил о странном дефекте телефона бывало так что если кто-то сообщал о стрельбе автоматическая система прекращала записывать разговор и тут же начинала воспроизводить слова напуганного абонента снова и снова до тех пор пока телефон не отключали вскоре стало ясно что дело не в чьих то ошибках или неисправной телефонной линии однажды вечером по коридору пробежала плачущая врач патологоанатом дело в том что у нее пропали скальпели и другие инструменты она пошла к шкафчику за запасными однако остановилась в ужасе увидев отражение в зеркале у одного из трупов стоял призрак солдат в форме эпохи гражданской войны когда она обернулась он уже исчез она бросилась прочь но заметила что в помещении вдруг стало холодно как в сырой могиле конечно парни участке и не поверили черт убери да и я тоже пока не увидел все своими глазами как-то раз я заработался допоздна и пошел налить себе кофе повернув за угол я увидел отражение призрака в стеклянном стеллаже с кубками он смотрел прямо на меня потом поднял свою призрачную винтовку и нажал на спусковой крючок на стекле появилась паутинка трещин и я бросился бежать капитан мне не поверил и вычел стоимость стекла из моего жалования но мне было плевать считают меня психом или нет я знал что я это видел иногда меня спрашивают гуляет ли еще призрак по коридорам всем и всегда я отвечаю одно и то же я не в курсе я тогда перевелся в бостон да прикинь он видел считай а потом его просто стебали ну чё он чё еще гуляет призрак уже психанул просто перевелся блин жесть не прикольный историк кайфовый прям даже повторюсь не чувствую что ты зря искал тут бегал интересно и атмосферно так достаточно единственное что конечно атмосферу я немного фокаплю своими верещаниями естественно за что их призрак он видимо может быть тоже там свое что-то видит или просто ему скучно ну вряд ли ой щас секундочку ну в ухо волосинка попала надо чтобы перед началом нового стрима основного стрима делать небольшой стрим где-то на часик по лддрингу а чат по контенту должен догадаться в какую игру будем играть но там же нет таких прям места одних вот эти там же все разбросано ну там вот точно так же если лежит какой-то предмет который ты можешь поднять вот точно такая же золотая светяшка прям один в один почему у меня сразу такой реакции не было я не знаю так все пойдем ведем ее ой блин игра ломается пронесло а где все обычно детективы днем работают так а где кабинет бакстера а таракс в том коридоре справа ладно инспектор как добраться до кабинета бакстера Хочешь, чтоб тебя застукали? Прошлась тут как торнадо Еще отпечатка сна оставила Да, понятно Где можно спрятать досье В такой комнатенке Да хрен знает Ходит по ним ногами Блин, пипец Что это за звуки? Господи Моя фотография при аресте Думаю, Рекс ее скрыл Кто-то прятал Твое настоящее досье Вот доказательства То есть они каким-то образом скрыли Подожди, а как-то возможно Ладно, давай-ка успокоимся и подумаем Его же не будут хранить у всех на виду Надо просто поискать Слушай, я начинаю подозревать Рекса Подожди Рекс скрыл то, что у нас были когда-то судимости Ну то есть мало ли татухи, да? Это просто татуировки Он не бандит Это просто татушечки Это украшение Искусство на теле И при этом Помните слова чувака В морге? То, что как будто бы это признание На руках И были вот эти фотки Наш чел, видимо, вот этот Бакстер Увидел какого-то уголовника С наколками Такой А, ты, да как? И начал на него копать Действительно Нашел на него компромат Собственно Но при этом Почему-то не дал ходу Видимо, как бы Рекс там все-таки с ним перетер Слушай, да ладно Давай, там человек Умеет, могет И он, видимо, потом После этого подсуетился Чтобы мы в участке не мелькали Лишний раз Бакстеру на глаза не попадались Нас на улице отправили В качестве Вот этого Ну как не под прикрытием Вот этого Гражданского Полицейского Интересно, конечно Рекс надал Бакстеру Возможность Ошантажировать Меня в прошлом Либо Рекс Прям максимально Подсуетился И как-то Пригрозил Бакстеру Чтобы Бакстер Рот свой не разъявивал Так, я начинаю Подозревать Рекс Слушай Бакстер тусит С вот этими Ведьмами Которые видят призраков Короче Окажется потом Что Рекс Говно А Бакстер Красава Ну и про священника Не будем забывать Чемпион по Божьему Так вот чем Бакстер Занимается в свободное время Билет из чего? Из города Зачем Бакстер Уехал из города? Ужасы 1692 Позор Салема Фанат истории Бакстер читал Про историю Салема Кто бы мог подумать Что его интересовала Эта тема Ну он прям Да Он вовлечен И вот эти В медиумов верит И прям доверяет им Служить и защищать Бакстер окончил Академию За два года до меня Представление на повышение Он так гордился тем Что стал детективом Да Пашешь Пашешь Давай сообщение Кто заставил Бакстеру Сообщение Ну так мы же мы Хоть то будем Это сообщение Мы же умеем Кнопки Активировать Силы мысли Так еще три Улики Ну это скорее всего Сообщение Разговоры Что то еще Маленький городок Все друг друга знают Сообщество полицейских Еще меньше Рекс Перетер с начальством У нас приняли Не ну да Очевидно он за нас Вступился Это уже говорилось Но как Как бы Ну Город опять же Маленький Да Как они не могли Знать то что у нас там Были буквальные Ну Несудимости Прям такие Сидели мы там Не сидели Но у нас были Вот эти моменты В камерах От сидочки Может быть даже В этом участке Соответственно Это не могло быть Незамеченным Тем более повторюсь В таком маленьком городе Зачем тогда было Прятать досье С преступным Прошлым Эй Проверь голосовую почту Ладно Бакстер Я тебя снял С этого дела Чтобы все документы И это ее досье Лежали у меня на столе Если Рекс Запрашивал это досье Оно может быть Еще здесь Да При этом смотри Бакстера Который имеет Связь с Господи С медиумами Он снял С расследованием Бакстер Мы знаем Продолжил его Нет Бакстер Должен быть Спрятал досье В своем кабинете Потому что Рекс Все еще искала его Ну ищи Так Ну куда он спрятал Давай У меня есть варианты Нет? Не Мы уже вышли Именно в кабинете Надо искать Так Ладно Давай Никаких вентиляций Нету Совпадает с очертаниями Тело Да какое тело Подходит к стойке А Надо несколько Тень Выступление Вытянута Что значит Вытянутая Епта Пятно Вытянутая пятно Подходит к стойке Нет А че Это не пятно Что ли? Перевод Да Перевод Вот тут Прям больно Отпечаток Ну пятно Отпечатну Ааа Вот тут конечно Перевод Факапит Жизнь Оружейная стойка Откидывается Открывает Тайный проем Да 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 С той стороны Должна быть Щеколда Надо ей сказать Вроде нашел Покажи На стеллаже Сбоку кнопка Ну да Они ее ублюдкой Как бастарда Перевели Да Да Это оно Надеюсь Ты понимаешь Что здесь написано Здесь правда Да Но Не все Последняя запись Он про меня знает Боже Он за ней охотился Еще ничего не ясно Ладно Пора идти А Черт Что-то увидел Стоп Что это Музей Очень странно Откуда это в досье Не знаю Ты возьми с собой И там разберемся Она здесь Надо проверить По всем кабинетам Валим Так валим Не высовываться Давай Давай Соглашение на выставку Рекламная Реклама выставки В музее Селем Почему она среди Записей матери Потому что там Вон Веселицы Всякие И вот это Вот Фига Так А они прям ходят Я смотрю Так да Или нет Не не Иди сюда Чел Блин Иди сюда Поближе Поближе Чего Блин Беликол Как Да Ёпта Бесишь Да Ты Что Ты Такой Я Вообще Что Ты Такой Я Не знаю Ладно Пипец Крипота Что Это За Дерьмо Чел Ну Едите Как Она Оттуда Выбралась Давай Ты Не Настолько Глухой Вот Иди Сюда Нет Блин Иди В Деус Секс Поиграй Да В смысле До тебя Не дотягиваются Ты Бесишь Меня Вот Иди Сюда Не Тормози Шучая Тюка 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 Так Так Села Хорошо Что там Где там А что Она Села Где же Нет Никого Мать Ты Че Ты Че Села Че Она Села Может Потрындеть С ней Надо Ты Че Села Иди Давай Очень тихо Спустя Так Че Подожди Бежала Здание Проверяют Она Что Внучка Гудини Камеры Запираются Как Поймаем Спросим Слушайте Я Хотел Сказать Ронан Был Мужик Носил Жетон С Честью Ненавижу Когда Мне Врут Я Не Вру Просто Зачем Плясать На Костях Он Носил Жетон Как Средство Устрашения Он Носил Его Надеясь Этим Компенсировать Все То Дерьмо Что Творил В Юности Как То Все Исправить Доказать Всем Что Он Лучше Чем Кажется Многие Из Вас Считали Что Ему Место За Решеткой Это Отчасти Правда Но Он Был Честен Он Мог Посмотреть Тебе В Глаза И Сказать Ровно То Что Думает Подобная Отвага Редкость В Наши Дни Ему Особо Нечем Было Гордиться Но Он Хотя Бы Никогда Не Прятался От Самого Себя Это Уже Немало Простите Нам Всем Тяжело Что Я Сказал Насчет Вранья Ну Морщинки На Лбу Подходит Морщинкам Убивца Но У него Глаза Вроде Не Так Широко Расставлены И Брови Погущие Охренеть Что Это Оперативный Штаб Здесь Хранятся Все Данные По Нашему Делу Не Убийца Священная Своя Получила Ты Еще Не Поняла Что В Одиночку Точно На Тот Цвет Отправишься А Это Уже Знаешь Не Твое Дело Мне Было Интересно Они Сделают Заглушение Голоса За счет Стекла Или Нет Сделали Это Часто Очень Забивают На Такое Изюбина В каких-то Старых Играх Так Ну Нам Выходить Я так Понимаю Да Может быть Даже За ней Через Не Через Окно Она Уже Закрыта Так Ай Ты Кэша Че Ну че Это Выйти Да Мы же Уходим Отсюда Ну ладно Сейчас опять кричать Начнет Так Одна Я Мать Не Найду Что Что Заставит Ее Помочь Куда Шла Свидетельница В музей В музей В музей Сбежавшим То есть Если бы Не я Отсюда Даже Не вышло Вот Такая Логика Возможно Может быть Дай попробуем Хер там Мотив Нет Нет Короче Все Будем тыкать Здесь какая-то Своя Логика Честно говоря Вот Учитывая Как Какой вопрос Задают Какие Варианты Есть И как Они Описаны Короче Давай Нам Обоим Надо Узнать Личность Пойдем Вместе Вообще Что Заставит Ее Мне Помочь Что Заставит Ее Поверить В то Что Наше Участие Нужно Убедить Ее Лишний Раз Пролить Свет На то Что Вместе Мы Можем Больше Чем По Отдельности И Вот Этот Пункт Идеальный То Что Я Ее Помогла Сбежать Но Нет Он Не Работает Ее Птить Какая-то Странная Логика Честно Говорю В этих В этих Пунктах Найди В участке Мои Записи Не возвращайся Это Опасно Наплевать Так Послушай Твоя Мать Составила Это Досье Чтобы Помочь Найти Убийцу Там Не Сказано Что Стало С ней Самой У нас Разные Цели Но Путь К ним Один Надо Найти Убийцу Мне Нужен Помощник В мире Живых А Тебе Ищейка Вот Если Опираться На то Что он Говорит Это Подходит Под два Пункта То Что Сбежавшая Свидетельница То Что Мы Вместе Это Сделали И Пункт Личность Убийцы Кладбище Эшленд Хиллз Его Не Видно Но Оно Там Что Не Она Считала Что Тут Замешан Звонарь А копы Нет Ладно Пойдем Туда Эшленд Хиллз Мы Не Думай Да Хорош Мы нужны Друг Другу Я Тебе Нужна Больше Чем Ты Мне Короче Мы Партнеры Ладно Временно Ну А больше Мне Не Надо Ронан Ронан О'Коннор Я Джой Серьезно Ронан Что Лучше Имечка Прям Как Из Средних Веков Так Мы Правда Идем На Кладбище Ну Мне Надо Кое Что Сделать Встретимся Там Не 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 Никуда Я Тебя Не Отпущу Или Так Или Все Отменяется Если Не Придут Значит Не Судьба Все Понял Я На Тебя Очень Рассчитываю У У Меня Больше Никого Не А что Ей Мешает Прикинуться Сейчас То Что Она С Ним За Него И Сдрыснуть Прям Он Что-то Такой Доверчивый Хочет Нашел Опять же Видишь Даже В диалоге Было То Что Нам Нужно Установить Личность Убийцы То Он Это Проговаривал Но По Факту Пункт Вообще Другой Две Главные Вещи Он Сказал То Что Нам Нужно Вместе Работать И Вторая То Что Нам Нужно Установить Личность Убийцы Мы Оба В этом Заинтересованы Но При этом Когда Ты Выбираешь Эти Пункты Ты Выбираешь Записку Она Говорила Про Записку Это В конце Они Могли К этой Записке Прийти Я Выбираю Например Личность Нам Нужно Установить Личность Она Такая Блин Ну Да Действительно И Они Уже Открывают Сами Бумажку А не Так Что Мне Надо Открыть Эту Бумажку Короче Какая Это Странная Логика Честно Говоря У Этих Пунктов Я Слишком Умная Для Эти Игры Может Быть Так Что В Говоря Я Так Вначале Пару Раз Делала А потом Поняла Что Это Вообще Никак Не Помогает И Только Путает Еще Больше Честно Горе Ой Ой Блин Что То Его Засосало Куда Это Что Так Газит На Статье Полиция Салем Отказывается Признавать Связь между Недавними Убийствами И комментировать Сопровождающие Их Странности Если Основным Орудием Убийства В Новой Англии Как и на Остальной территории Соединенных Штатов Является Огнестрельное Оружие То в Сальме Ни одна жертва Не была Застрелена Может От чего-то Растет Количество Людей Сгоревших Или Задохнувшихся От дыма Сгоревших Или Задохнувшихся От дыма Или же Во всех Этих Случаах Подобное Извращение Извращенный Способ Убийства Выбирает Маньяк Действующий По Странным Одному Его Известным Причинам Да Действительно Что же Это за Причины Ведьма Ведьма Кругом Слушайте Надо заканчивать На самом деле Потому что Если мы Не закончим Сейчас Мы Не закончим Никогда Блин А как Как туда Попасть Все-таки Оно Что-то Не чинится Надо Сейчас Закончить Сейчас Дойдем Я думаю До этого Кладбища Тем более Мы рядом Пробегали Уже Какие Криповые Детишки Очень много Детишек Кстати Ну хотя Здесь площадка Что будем Тут не быть Так Вот оно Кладбище Давайте Зайдем Чтобы оно Сохранилось Здесь же Автосейв Вроде Да Здесь все Сидят Здесь Ничего Нету Штуки Он не ломает По ту сторону Там бумажка Вот это Я не могу Залезть Окошки Че-то Не видать А он Не ломает И даже Пролезть Не может Хотя Казалось бы Че Не мешает Спасибо За стрим Сделал Двуходневный Объем Работу За день Пока Ночь Согласен Не очень Очень Продуктивно Поработал Пока Смотрел Кайф Ладно Давайте Сейчас Зайдем Тогда Сделается Сохранение И На этом Остановимся Мы конечно Неспешно Максимально Проходим Потому что То винтовки Ищем То еще Что-то Но Действительно Интересная Раньше Раньше Это было Для меня Местом Где Лежит Моя Джулия А теперь Это Просто Могила Где Зарыт Ее Труп Скоро И меня Туда Закопают Но Это Не наш Дом Просто Клочок Земли Куда Кто-нибудь Придет Чтобы Нас Вспомнить Кошка У забора Сетки Так Ща Вернемся Тогда Женка Мне тоже Кстати Показалось Что жена Но Было бы Вряд ли Она-то Перешла Через мост Так что Это Не она Это Вообще Не она Какая-то Утопленница Что-ли Что-то Она Как-то Очень Стремно Поглядит Хотя Мне показалось Когда за деревом Спряталось Тело Мне показалось Что там Что-то С короткими Волосами И светлыми Прости Что я Так Долго Джулия А Ой Ты Темный И вообще В косичку Видимо Показалось Так Сейчас Тогда Быстренько Метнемся Назад Ой Блин Красиво Сейчас Сейчас Буква Вот Зашли Вышли Надо Найти Другой Путь Блин Уверен Здесь Еще Есть Зацепки Ну Не Не Пускай Ну Откраты Этой Территорией Вон У нас Раз Девочка Вон Там Что-то Второе Стоит Бладборном Пахнет Воздухе Светя Боже Это Бладборн Посмотри Мост Это Ведьмин Лес Там Был Точно Такой Мост Здесь Должен Проход Шуртка До Мельницы Ну Ёпта Сейчас Пойдет Чел Свинтовка Через мост Мы Вон Он Идет Уже Все Мы Его Сейчас На парировании Словим Ладненько Классная игра Кайфная Сорян То Что Были Вот Эти Вот Врывы Шутечки Но Вроде Мы Все Словили Достаточно Неплохую Атмосферу И Кайфовая Игрушка Очень нравится Главный Герой Единственное Что Я надеюсь Богулик Всяких Будет Поменьше Ну Вроде На экране Вот эта Хренота Больше Не Появлялась Слава Богу Единственное Что Вот Всякие Светяшки Залагивают Это Меньше Из наших Проблем На самом деле Вот Кайфово Кайфово Очень нравится Надеюсь Несмотря на Все наши Смехуючки Вам Тоже Зашло Будем Продолжать Я думаю На следующем Стримце На самом деле Плюс Минус Таким же Темпом Наверное И закончим Я не думаю Что это Прям Настолько Длинная Игра Хотя Черт То Знает Его Знает Посмотрим